Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы смотрите передачу «Церковь и мир». В неделю о блудном сыне церковь вспоминает одну из притч Иисуса Христа, о сыне, который потребовал у отца наследства, не дожидаясь, пока тот умрет. А потом ушел в далекую страну, промотал все деньги, голодал, наконец вспомнил об отце и вернулся. И отец, все эти годы ждавший его, принял его без единого слова упрека. Принял так, будто и не уходил этот блудный сын от него. Господь Иисус Христос учит нас тому, что любовь Божия подобна любви этого отца. Бог принимает и прощает всех нас, как своих сыновей и дочерей, даже тех, которые отказывались от него и вели злую и бессмысленную жизнь. Среди людей, на личном опыте, испытавших такую встречу с Богом, актер, музыкант, поэт Петр Мамонов. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, Владыка. Очень это здорово, что мы с этого вот начали, потому что, когда я начал читать Евангелие, зрелые уже годы, и знаю, что один из советов отцов, что надо читать все подряд, и что-нибудь, если зацепят, то вот пока что на этом и останавливаться. И на меня произвела потрясающее впечатление эта притча в свое время. И до сих пор. Вы сказали, что отец вышел навстречу, я уточню, он выбежал, он выбежал навстречу. Вот Бог выбегает к нам навстречу. И так было и со мной. И вообще вот всю последующую жизнь, вся жизнь с Богом, или бывает, что и без Него, но все, что происходит в жизни, я стараюсь вообще из этого вот положения, как у Рембрандта, помните, да, вот сын, обхвативший колени отца, вот только из этого положения просить Бога жить, общаться с ближними, только из этого коленопреклонного положения сына, промотавшего все отцовское наследство. Я думаю, что многие люди... Если это выходит, то все становится ясно. Вопросы ведь возникают все время. Как быть? Как поступить? Вот если из этой позиции... Да, я думаю, что многие люди себя ощущают блудными сыновьями, когда читают эту притчу и узнают свою собственную историю. Потому что очень часто у людей молодость проходит вот так, как она прошла у этого человека. Когда кажется, что все позволено, когда кажется, что все можно, когда человек погружается в пороки, живет страстями, живет удовольствиями, начинает действительно проматывать во всех смыслах то наследие, которое получил от Бога. Не только материальные, таланты свои. И потом в зрелом возрасте у многих людей наступает какое-то отрезвление. Не у всех, к сожалению. И у каждого человека это бывает по-разному. Но часто так случается, что человек вдруг на каком-то этапе своей жизни останавливается. И он спрашивает себя, а что же происходит? А для чего я живу? Он вспоминает о том, что Бог есть. Он вспоминает о том, что есть какие-то совершенно иные ценности в жизни. И он начинает переосмысливать всю свою жизнь. Когда вот этот главный вопрос жизненный возник, зачем? Вообще вопрос один же. Зачем? Зачем я иду на эту работу? Зачем я пришел на эту передачу? Зачем я об этом говорю? Зачем я живу? Когда в 45 лет у меня встали вот эти вопросы главные, у меня все было. Слава, работа, жена, дети, деньги. Мне стало не за чем жить. У меня ушел смысл жизни. Вот. И вот из этой позиции, из положения блудного сына, я очень сильно, прочитав ее, плакал. И вообще, что называется, как современным языком, пробило меня. Вот. И я стал карабкаться, читать молитвослов. У меня есть очень смешной, первый мой маленький молитвослов, где я отметил галочкой, с какими молитвами, видите ли, я согласен. Вот. С остальными. Ну и вот так вот, как мой один знакомый священник говорит, комаринами шажками в Царство Небесное. Ведь благодать, она может находиться в трех немытых тарелках. Поэтому, если удается вот так перед Богом стоять и каждый день делать какие-то мелкие, но каждый день, но всегда, вот эти маленькие шажочки в сторону Бога, то жизнь складывается и начинает меняться. Меняться очень серьезно. Появляются новые знакомства, новый круг общения, новые интересы в жизни, новые привычки, увлечения. Ведь, как Пушкин сказал, да, привычка свыше нам дана, замена счастья она. В человеке все привычка. Вот, очень важно, к чему мы привыкаем. А привыкаем мы к тому, что мы любим. А если Исаак Сирин, благодаря вашей помощи, открыл мне, что Бог есть любовь, и как это, как этот свет этой любви заливает нас, и как отец бежит нам навстречу, и перстень на руку, значит, вот, сыновнее достоинство. Меня это смело. Все мои установки жизненные, все у меня изменилось. Вот вы сказали одну очень важную вещь, и я хотел бы тоже для наших телезрителей пояснить, что очень часто люди говорят, ну, а в чем, собственно, разница между верующими и неверующими? Ведь они все живут вместе, ходят на работу, ведут себя более или менее одинаково, а то иной раз бывает, что... Бывают неверующие, что неверующие, приличнее верующие. Приличнее верующие, да. В чем все-таки смысл? И вот вы сказали очень важную вещь, что у вас было все, да? У вас были деньги, была слава, была семья, дети. То есть как бы все, что необходимо человеку для счастья. А счастья не было, смысла в жизни не было. И вот то, что дает человеку Бог, это то, что невозможно никакими словами описать. Это именно то измерение в жизни, которое придает всей жизни человека смысл. Потому что мы, по сути дела, делаем все одно и то же. Да, что верующий, что неверующий. Работа может нравиться или не нравиться. Семейная жизнь может сложиться или не сложиться. И это все бывает и у тех, и у других. Но у верующего человека, когда он идет на работу, он понимает, что он тем самым служит Богу. И любая работа, любая профессия, за исключением тех профессий, которые связаны с грехом, любая профессия, она может быть служением Богу. Это очень важный момент. То есть служить Богу может не только священнослужить, священник. Служить Богу может актер, может поэт, может писатель, может дворник, может рабочий завода, кто угодно. Вот это положение, о котором вы сказали, что человек ощущает себя стоящим на коленях перед милосердным Богом. Кто запрещает, скажем, рабочему на заводе внутренно перед Богом стоять в таком положении? И выполнять свою работу, может быть и механическую. То есть человек заменяет робота. Мешает только он сам. Но он при этом предстоит перед Богом, он молится Богу. Мы все делаем сами. Поэтому мы выбираем сами. Мы свободны, потому что любить может только свободный человек. Любить можно только по выбору. Поэтому нас создал Господь свободный. Ну, а вот наш выбор, вы вот сказали очень важную вещь, мы видите как друг к другу, что служить Богу можно всегда, вообще, во всем. Чистя зубы даже, слушая рок-музыку, столь ненавистную некоторым. Но это важный очень тот момент, когда приходит вера, то все время перед Богом стоишь. Вот у меня был случай такой интересный. Я коллекционирую виниловые пластинки, выбираю в одном виниловом месте любимые пластинки. Вдруг вижу, соседний товарищ достал именно ту, которую мне очень хочется. Вот. Потом он ее отложил в сторону, пошел что-то еще искать. У меня, значит, первая мысль, пока он ходит, взять ее, быстренько оплатить и уйти. Стоп, думаю, о Господе. Он же, вот он. Он же видит. Я говорю, нет, раз себя скрутил, не взял, так что вы думаете, на следующий свой приезд в это же место стоит эта пластинка дубль. Мне, пожалуйста. Вот как Бог. Если мы ему, он нам в сто крат хорошим настроением, самочувствием, нетварной божественной энергии, Святой Дух. Не мне вам объяснять, что это такое. Это свою малюсенькую меру за все вот эти сколько, 20 лет жизни в церкви какие-то минуты все-таки были эти. И я уже знаю, у меня уже есть опыт веры. И я уже не отдам. Я уже не хочу ничего другого. Я хочу только туда. Последним, самым слабым, обдирая, но туда. Но вы сегодня несколько раз упомянули одно имя, которое многим нашим телезрителям совершенно неизвестно. Исаак Сирин. Я хочу все-таки рассказать телезрителям историю нашего с вами знакомства. Мы с вами лично сегодня встречаемся впервые. Мы вот так лично познакомились 20 минут назад. Но заочно мы с вами знакомы много лет, в том числе потому, что мы участвовали вместе в одном проекте. Есть такой святой, это я, конечно, не для вас, а для телезрителей объясняю. Который жил в 7 веке в Сирии. Он был монахом, пустынником, отшельником. И он писал книги. Даже, может быть, он их не писал, а диктовал. Он говорил своим ученикам, они записывали. Да, и потом он ослеп, и когда он ослеп, он уже действительно только диктовал. Так вот, эти произведения, адресованные сирийским отшельникам 7 века, их до сих пор по всему миру читают самые разные люди. И не только монахи, не только отшельники. Вот вы читаете эту книгу постоянно. А почему? Потому что Исаак Сирин совершенно удивительным и неповторимым образом говорит о любви Божией. Достоевский читал Исаака Сирина. И многое из Исаака Сирина вошло в поучение старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Так вот, очень часто ведь люди забывают о том, что Бог есть любовь. И люди думают, что Бог это кто-то, кто вот, ну, в лучшем случае, да, накажет за зло и поощрит за добро. Так даже детей иногда учат. Вот там, не делай этого, Боженька накажет. И понятно, что Бог, он и наказывать умеет. Но, прежде всего, Бог, он источник любви и он сам есть любовь. Даже если он наказывает, то он наказывает не для того, чтобы отомстить, а для того, чтобы научить. Для того, чтобы человек... Слово «наказание» наказ. Да. От слова «наказ». Наказание, совершенно верно. И вот Исаак Сирин удивительным образом об этом пишет. И этот общий проект, в котором мы участвовали, он заключался в том, что мы с вами вместе записывали, делали аудиозапись книги. Это моя книга об Исааке Сирине, которую я написал уже почти 20 лет назад. И вот вы читали все цитаты из Исаака Сирина, а я читал авторский текст. И таким образом мы с вами пережили этого замечательного автора. И я потом не раз, слушая ваше интервью, знакомясь с тем, что вы говорите, замечал, что вы ссылаетесь постоянно на Исааке Сирине. Мне это очень приятно. Я эту книгу читаю и опять, и опять, и опять, и каждое новое прочтение, как и Священное Писание. Что-то новое, что-то новое. Опять такая вот, например, удивительная всякие вещи простые. Добродетель, матерь печали, пишет отец Исаак, что добродетель, сделанный без скорби, не вменяется в добродетель. Значит, делая добро, приготовься к скорби. Мы же хотим сделать и тот же, чтобы нам было обратно. Чтобы все оценили награду получить. И вот такие удивительные всякие вещи. Одно из самых вещей таких, что, мне кажется, поможет многим. Он пишет, снять нищих гнусно богатым. Это вот о том, кто узнал, что есть другая пища, другая жизнь. Тот уже не будет колоться, пить и так далее. Может быть, и будет, но будет уже делать это, зная, что он делает не то, и что здесь не находится. Это очень важный момент для нынешних молодых людей, да и для меня тоже, что там не находится, в этих суррогатах, не находится счастье, не находится блаженство. Потому что мы же жаждем не просто счастья, мы жаждем блаженства. Потому что мы созданы бессмертными, и мы быть с Богом, в раю. Мы вот этого жаждем. и думаем, что в героине мы это сейчас найдем. Там нету. У дьявола ничего нету, поэтому дать он не может ничего. И вот я стал эту мысль себе в голову вбивать. Там нету, там нету, там нету. У меня были, конечно, всякие вредные привычки и так далее. Да и сейчас иногда падаешь. Вот. Но я твердо знаю, что там нету, там нету, что есть только у Бога. И вот снять нищих гнусна богатым. это все время со мной. Все время со мной. Вот Исаак Сирин, седьмой век, да, а он рядом. А он рядом и говорит так, как будто он сегодня живет. что нам понятно, и как будто он все знает, что я подумаю в следующий момент, как я сделаю. И потом его невозможно, вы же знаете, помногу читать. Две-три фразы откладываешь, можно несколько дней с этим жить. Вы знаете, когда я только принял монашество, мне было 20 лет. И я жил, это было в Вильнюсе, в Святой Духовом монастыре. Я жил в келье, где стены были обклеены белыми обоями. И я как-то один раз на стене себе написал какое-то изречение из Исаака Сирина, просто чтобы запомнить. А потом мне так это понравилось, что я все стены исписал этими изречениями. И вот я жил в этой келье, и я мог взглянуть на стену и увидеть то, что мне сегодня говорит Исаак Сирин. И вот хотел бы еще одно напомнить его изречение, которое вы, конечно, знаете, когда он говорит, не называй Бога справедливым, потому что если бы Бог был справедлив, ты бы уже давно за свои грехи был в аду. А Бог вместо того, чтобы тебя наказать, Он для тебя отдал самое лучшее и самое дорогое, что у него есть. Он сына своего для тебя отдал. И вот здесь мы возвращаемся к этой теме блудного сына. Он не только его ждал, он не только вышел, выбежал, как вы говорите, навстречу, он бросился ему на шею, он возложил на него перстень, знак сыновнего достоинства. И так Бог ждет каждого человека, так Бог любит каждого человека. И то же, что говорит Исаак Сирин, не думай, что Бог кого-то любит больше, а кого-то меньше, или что Он больше любит праведных, а меньше любит грешников. В любви Божией вообще нет вот этих градаций больше или меньше. Бог всех любит, Он тебя любит, Он любит каждого. И если ты это не ощущаешь, то не потому, что Бог меньше тебя любит, потому что ты Его меньше любишь. Если ты чувствуешь, что ты далеко от Бога. Идолы в сердце. Идолы в сердце. Идолы в сердце. Место занято. Ведь наше сердце определенных размеров. Душа определенных размеров. Бог стучится, ты не открываешь. Бог тебе в уши вкладывает, говорит какие-то слова, ты не слышишь. Мир этот создал вокруг тебя, а ты что, не видишь, ты думаешь, это все, что само. Вчера я слушал, сказал один умный человек, что вероятность того, что Вселенная возникла сама, 10 в минус 53 степени. То есть, это практически ноль. тогда он говорит, вероятность Бога это все остальное. Совершенно верно. Человек, думай, взвешивай, раз ты умный такой вот. Я думаю, что вероятность того, что мир произошел сам, нулевая, а вероятность того, что Бог существует, и что Он за нами следит, и что Он нас любит, она стопроцентная. И вот я с этим хотел бы, к сожалению, наше время и стекло. На этом я хотел бы с вами попрощаться, с нашими телезрителями на сегодня попрощаться, а вас поблагодарить за участие в этой передаче и за все то доброе, что вы делаете. Спасибо всем. Я хочу еще сказать одну маленькую мысль, то, что возникло в голове. Мы забываем, что Господь ради нас на крест взошел, а мы от Него хотим порядка, здоровья. это не те дары. Другое надо желать, другое. Быть с Ним во всех обстоятельствах, которые Он нам дает. Аминь. 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 Аминь.